Добрый вечер. Здравствуйте. Все, кажется, раз уже Собянин на фронте, кажется, все. Если ты не отметился вот такой поездкой, то ты не политик в России. Ну, да, наверное, можно и так сформулировать. Я бы описал это чуть-чуть по-другому. Поэтому Собянина отправили на фронт силовики. То есть они продавили это решение через Путина. Они понимают, что Собянин для них некоторым образом альтернатива. И по мере того, как они терпят поражение на фронте, эта альтернатива становится все более привлекательной не только для общества российского в целом, которое устает от войны, устает от поражения. Но и, знаете, вот в глазах самого Путина. То есть когда Путин смотрит на них, способность силовиков победить, ну, до него начинает постепенно доходить, что, наверное, придется как-то договариваться. И в этом смысле условные голуби, то есть те, кто не замазаны в этой войне, они становятся в глазах Путина единственной, значит, единственной дорогой, в общем. И силовики в этом смысле могут отправляться на помойку. И вот пока этого окончательно не случилось, пока поражение еще для Путина не очевидно, они вот, как Олизе выразился, макнули Собянина, то есть убедили Путина, что это надо сделать. Макнули Собянина вот в эту, значит, кровавую жижу, измазали его. Ну, следующим, наверное, будет Мишустин. В общем, далее по списку, наверное, всех через это попытаются пропустить. То есть тут очень важно нам, самим противоположному лагерю, понимать природу происходящего. Понимать, что в данном случае Собянин, ну, он точно не инициатор этой истории, что бы он там сейчас не говорил, потому что очевидно, что Путин велит, так он будет говорить что угодно. Да, вот, а Путин, ну, судя по всему, пошел на, пока, по крайней мере, пошел на поводу у силовиков. Да, ну вот хотелось бы еще уточнить такой вопрос. Вроде уже ездили Рогозин, который ищет себе место в этой жизни больше всех остальных. Ездил Турчак, о котором сразу, как заговорили после его поездки, что он рвется в преемники. Но пока никому не помогло. Никто не взлетел до невиданных ранее высот после поездки. Там тот же Милонов, где был, там и остался. Рогозина все еще никуда не позвали. Как-то или это не предполагает повышение по карьерной лестни? Ну, подождите, ведь это сделано для того, чтобы Собянин не взлетел, а не для того, чтобы он взлетел, понимаете? То есть цель-то этого всего мероприятия помешать Собянину выстрелить. Да, поэтому и не стоит ждать от силовиков, что они, дескать, сейчас Собянина окунут в кровь, а после этого станут его толкать наверх. Об этом речи не идет. Еще раз, его пытаются дискредитировать. Окей, есть такое понятное русское слово «дискредитировать». Вот его пытаются сейчас дискредитировать. То, что туда поехал Собянин, ну, вот эти фрики, значит, Милонов, там, Рогозин, ну, то есть откровенно от Реби, там, или Турчак, тоже, в общем-то, легковес. Ну, как бы, ну, у них своя история, понимаете? Никто из них, ну, ну, и не предполагалось, что кто-то из них, там, станет какой-то серьезной фигурой, понимаете? И то, что этого не случилось, ну, это ничего не доказывает. Ну, если силовики пытаются дискредитировать таких, как бы, якобы нейтральных для многих политиков, как Собянин, так скажем, таких политиков, за которыми теоретически может пойти такая умеренно-либеральная масса людей, которым хотелось бы, ну, чтобы их, условно говоря, политический лидер не совсем был, ну, не все лицо, чтобы было обмазано кровью украинских детей. Если силовики пытаются так сделать, то есть они понимают, что запрос на подобных политиков есть, но если они лишают российскую политическую элиту, контролируемую политическую элиту, подобных фигур, то не приведет ли это к тому, что, собственно, вот это вот псевдолиберальное общество начнет искать каких-то, там, не знаю, лидеров среди оппозиционных политиков? Ну, строго говоря, если силовикам удастся вообще дискредитировать вообще всех системных либералов, всех технократов, да, и замазать всех кровью, то, да, естественно, разочарованные в происходящем войне граждане, они не станут патриотичнее от этого, да, патриотичнее в этом смысле, не станут любить нынешний режим больше, это приведет к росту антисистемных настроений. Вот сейчас смотрим, видим, что в Иране происходит, это вот ровно то же самое, где-то начиная с, значит, ну, вот с момента, когда, примерно, когда Трамп расторг и ядерную сделку, значит, и вскоре после этого там, ну, началось резкое ослабление реформистского лагеря, это, ну, аналог наших сислибов, да, системных либералов, которые до этого постоянно выигрывали выборы у консерваторов, то есть это было популярное такое вот это, значит, крыло умеренно-реформаторское. Потом они стали слабеть, и последние выборы год назад там выиграл уже такой совсем радикальный консерватор. Вот, значит, к чему привело вот это ослабление лагеря системных либералов? К резкому всплеску антисистемных настроений, выход, который, ну, которые нашли выход, вот мы сейчас наблюдаем, что там в Иране происходит, там такие протесты, которых не было с момента основания режима, то есть с 79-го года, да, поэтому у нас будет, вот вы абсолютно правы, то же самое. А в конце концов дискредитация умеренных либералов типа Собянина приведет к росту антисистемных настроений. Силовики сами толкают страну в сторону революции. Ну, строго говоря, это не впервой, так часто бывает, да, ну, силовики вообще люди не самые далекие в смысле своих интеллектуальных качеств, да, и, значит, а уж силовики, которые там два десятилетия в неконкурентной среде находятся, и никогда полноценной политикой не занимались, занимались только администрированием, да, занимались закручиваемым гайдом, но от них ждать политической мудрости, конечно, не приходится. А мы еще обратили внимание на то, что, может быть, Собянин там показывает, знаете, Собянин еще у нас же для кого-то и все еще такой хозяйственник, преобразовывающий Москву, может быть, он преобразовывает и фронт тоже как-то, больно уж красиво, в последнее время так много обращений отмобилизованных, что им холодно и голодно, а тут такой Собянин за таким шикарным столом, там еще на других фотографиях показаны, как прекрасно устроены их спальные места и так далее. Может быть, еще в этом смысле, что вот у нас есть еще Собянин, который приедет и все наладит, у нас есть разные вот люди, которые помогают нашим военным и вообще стране. Слушайте, для того, чтобы обустроить там военных, не Собянин нужен, там нужны строители, Собянинские, да, можно, в принципе, их снять с московских, так сказать, этих работ, да, там, перекратить перекладывать плитку, прекратить строить дома и всех бросить на обустройство окопов, значит, на фронт. Собственно говоря, ну, по моей информации, это сейчас и происходит. А Собянин, ну, он же политическая фигура, да, и его туда тащат для политики, для того, чтобы делать политические выводы. Вот, то есть целью является нереальное обустройство, вот, не проведение физических работ на месте, да, нереальное обустройство, насколько, повторюсь, для этого сам Собянин не нужен. Целью являются какие-то политические, значит, выводы, которые должно сделать население. Первый, в первую очередь, речь идет о дискредитации самого Собянина, во-вторых, очередь, во-вторую очередь, ну, демонстрации того, что война становится все более тотальной, да, это вот, когда, ну, ну, то есть они начали с чего? С того, что, значит, у нас вот СВО, она ограничена по своим задачам, по своим масштабам, а в целом государство ведет обычную повседневную жизнь. А сейчас уже, значит, во-первых, мобилизация, то есть уже вообще всех граждан туда тащат, кто попадает под определенные характеристики, эти характеристики будут расширяться по мере, там, каждая следующая волна мобилизации, когда будет реализовываться, и политиков, которые, значит, занимаются хозяйством, а не занимаются войной, остаться не должно, они все должны заниматься войной. То есть война становится все более тотальной, это ровно тот самый путь, по которому когда-то шла нацистская Германия. Она тоже когда-то, значит, начинала с того, что, значит, ну, мы там воюем, а здесь в ТО у нас все нормально. Потом начинают ограничивать традиционы, засылать все большее количество людей на фронт, а потом заканчивают все вообще фолькштурмом, да, когда на фронт гонят там мальчиков, начиная лет, в некоторых случаях, даже с 12, ну, окей, с 14 в среднем, и там до стариков глубоких, значит, так что, ну, вот в этом направлении российский режим дрейфует. Раз от Сергея Собянина теперь тоже пахнет порохом, раз его тоже помазали войной, говорит ли нам это о том, что москвичам стоит приготовиться к мобилизации? И если до этого Собянину в красивом дорогом костюме удовалось каким-то образом отмазать и москвича от того, чтобы быть призванным на фронт, то сегодня как будто бы не удастся, и Москва тоже будет военным городом, ровно таким же, как условные Улан-Удэ или там Махачкала. Ну, это если они, значит, попытаются мобилизовать москвичей, так же, как Улан-Удэ, они могут столкнуться с протестными настроениями и с революцией. Революции начинаются в столицах обычно. Поэтому, ну, с них станется, что называется, да, раз силовики всем заправляют, а я повторюсь, они люди с точки зрения политической не шибко испушенные, они много глупости могут натворить, значит, приближая свой конец. Поэтому, да, может так и быть. Ну, на самом деле, конечно, сам Собянин же, он же не поглупеет, съездив на фронт, и поэтому, если он по-прежнему, значит, вернувшись, ну, будет обладать тем же объемом полномочий, которым обладал до этого, ну, он будет пытаться москвичей от всего этого удержать, точно так же, как он пытался это делать с первого дня войны, да, мы помним истории, когда Буку-Зет он там не давал раскручивать, и мобилизацию пытался минимизировать числом, вот, пытался минимизировать число москвичей, призываемых за счет, значит, этих граждан среднезиатских государств, да, вот этих гастарбайтеров, да, помните, помните, он пытался их мобилизовывать, вот, то есть пытался откупиться, так сказать, для того, чтобы не излить москвичей. Поэтому, ну, строго говоря, значит, Собянин, если он удержит свой объем полномочий, то, в общем-то, не шибко что-то в Москве поменяется. Другое дело, что, поскольку тренд в целом на тотальную войну, как мы видим сейчас, взят, то, наверное, он и в Москве в этом смысле будет реализовываться, и Собянину, так сказать, Кремль там силовики дадут по рукам со словами, давай нечего тут, значит, в белом, значит, выхаживать, вся страна воюет, и вы воюете, так что... Да, ну вот он от Z пытался как-то отстраниться, Собянин, но, тем не менее, я так понимаю, украшения в Москве все-таки будут с этой символикой ZTV, если у кого-то вдруг из наших зрителей есть, может быть, фотографии уже реальных украшений, присылайте украшений Москвы к Новому году, я имею в виду, присылайте нам, пожалуйста, в бот, у нас есть специальный телеграм-бот для ваших историй, он будет в описании к нашей трансляции. А вас, Галямов, политолог, был с вами на связи, спасибо большое за ваш экспертный комментарий. Спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось. И если это правда так, то поставьте лайк как этому видеоролику, так и подпишитесь непременно на наш канал, потому что так больше людей узнают о том, что мы работаем для вас.